В Дербенте, короче, коры поймал одного местного джина, очень вкусно. Таджики здесь тоже построили, прикиньте. Если ты забудешь смерть, то поистине смерть не забудет тебя. Одни из первых сподвижников, которые были в Дербенте, это был Абу Хурейра. Группа сподвижников для распространения ислама. Довы страны. Амач Арлашай. Эй, Макад Халу. Я не буду поедать, но все нормально. Ты хочешь сказать, зачем я съел, да? Да. Потому что надо было. СубханаЛлах. Мы приехали к тебе, СубханаЛлах, тебя нет. Сказали, что ты Дербент едешь, вот за тобой, иншаллах, приедем. СубханаЛлах. 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 Все на вашем уровне. СубханаЛлах. 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 На высшем уровне приехали, где тут похлин на Кабы, сподвижники. Наша брату слава даем, он рассказывает, как все происходило и сколько сподвижников сюда пришли. Ас-саляму алейкум, арахматула баракату. Когда Умар ибн Аль-Хаттаб, рада Аллахангу, стал халифом правоверных, он начал направлять экспедиции именно на Кавказ, Закавказье, Азербайджан и так далее. Группу сподвижников для распространения ислама. На этой территории Дербента обитали жили хазары, тюркские племена. И одни из первых сподвижников, которые были в Дербенте, это был Абу Хурейра, рада Аллахангу, Сальман Аль-Фарисей, Абдурахман ибн Рабия, Сальман ибн Рабия и много-много других сподвижников. На этом месте похоронены, говорят, 40 сподвижников. Может быть не 40, может быть чуть меньше, но вместе с табиинами. То есть табиины, сподвижники здесь похоронены. Битва при Ибал-Анжаре была, несколько битв-сложений было, где они погибли, и здесь их похоронили. И отсюда пошло начало распространения ислама. То есть Азербайджан, Закавказье, Кавказ, Дербен и дальше пошло, иншаллах. В горах, в каждых поселениях были сподвижники, были табиины, которые обучали людей исламу, которые были шариатскими судьями и так далее. Мы сейчас дальше поедем. Здесь у нас Джуман-Мечеть, 8 века, который построили тоже табиины, сподвижники, иншаллах, 8 века. Там тоже много интересного будет. Сейчас поедем, посмотрим. Сидите, это наш брат, амин, аль-хамду лиллах, лекарь в городе Дербенте, иншаллах. Ссылка на канал, то есть инстаграм, оставлю в описании. Если что, можно, иншаллах, обратиться. Еще один момент, брат, один момент я перебью. Почему многие задают вопрос, почему такие большие камни были? Раньше ставили огромные плиты, чтобы животные не выкапывали и не кушали трупы. Поэтому такие тяжелые, большие камни ставили. Чтобы люди не подумают, что это дальше. Да, да, некоторые думают, а вот же камни поставили. Нет, это ставили для того, чтобы дикие животные не выкапывали трупы. В тех временах были такие дикые животные, да? Да, 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 сейчас есть просто сейчас уже город. И поэтому такие большие, огромные плиты ставили, чтобы не смогли подкопать. Да, иншаллах, хиджама и также иншаллах, лекарь, наш брат с опытом, аль-хамду лиллах, достаточно давно знакомый. Аль-хамду лиллах, наконец-то сегодня виделись. Чисто радио брата приехал, что-то ближе. Да, да, да. Аль-хамду лиллах, говорили, что все верующие братья. Поэтому приехали увидеть, чтобы было любовь и больше. Аль-хамду лиллах, саламу алейкум. Аль-хамду лиллах, саламу алейкум. Аль-хамду лиллах. Посмотрите, в кладбище, что написано, возможно, вы не забудете этого названия с надписью и со смыслом, то, что я прочитаю на арабском, брат, иншаллах, переведет его на русский. Вот там написано, я ибн Адам, ла танца лмута, фа инна лмута ла янсак. О, сын Адама. Это, по-моему, хадис-культс, да, по-моему? Да. О, сын Адама, говорит ты, скажу, не обещает власть людям. Я ибн Адам, ла танца лмута, фа инна лмута ла янсак. И если ты забудешь смерть, то, поистине, смерть не забудет тебя. Да, он тебе напомнит. Напомнит. Поэтому, православа Аллаху, ассаляму, говорит то, что чаще посещайте могилы, чтобы не забыли о своем смерти. Это напоминание о смерти. Как Аллах, субхану, ассаляму, говорит, вот таку я мантур джауна фиихи, иля Аллах. Хоть из того дня, когда ты будешь возвращаться к Исшиму. Да, брат? Да. Иншаллах. Это очень хорошо, когда с братьями встречаешься, альхамду лиллах. Альхамду лиллах. Наполнится и радость, и все, альхамду лилла, про грехи, иншаллах, забудешь больше упоминаний о Всевышнем, иншаллах. Ассаламу, алейкум. Да. Здесь Сосновый гор, вот там, где деревян написано, оттуда будут канатки. Вот там, Голливуд. Да, на море, короче, будет канатки. Будут или есть? Нет, будут, в этом и в следующем году. Сейчас по Алтай. И Алтай. За Крым и Алтай. То есть так же поднимались по гору, потом, а то сверху там видно вот так же какие-то виски. Да, здесь лишь бы место. Вот. Вот. Крепость, Нарын, Кала, строили перси. Вот таджики здесь, таджики здесь тоже построили, прикиньте. Великая персидская империя, когда была? Великие таджики здесь были. Или я перевожу на русский, с русского на русский. На рынке, по-моему, и на вашем, на форси, по-моему. Солнечная крепость, что ли, как-то переводите. По-моему, так переводится, на рынке. Мы здесь остановимся, пешком пойдёмся, потому что там место. Скажи, брат, таджики построили, да? Таджики, сосаниды, они захватили Дербян, построили. Вау, таджики, прикиньте, в тех времен таджики были какие-то захватили. Таджики тоже, в Грузии тоже они построили такой крепость, только намного меньше. Таджики, да, тоже? Да, да, тоже. Субханаллах. Вещь, смотри, воплощадку. Вещь, то знаете про таджики. Вот только узнали, что таджики, оказывается, за тех времен захватили. И в Грузии тоже. А вот это дерево, да, которое? Зелёный, это большой кучок. Да, да. Мечеть Джуман. Вот это дерево, да, только что там были, да? Да, там несколько деревьев. Спаналлах. Самое старое дерево, второе во всем мире. А вот это что дома? Это Дербянсити, да? Современные дома же строятся. Дербянсити. Звёздный город назвать. Машаллах. Так что здесь таджики давно были, походу, видите? Таджики. Сначала таджики, а после таджиков арабы, да? Да. Саудисты. Да, ты рассказывай, чтобы было интересно. Вот туда заходим. Так, это у нас получается крепость Наранкала. Здесь написано шестой век. Так, но она была построена ещё раньше. Это когда была до Тевситской империи. Таджики, когда ещё захватили. Вот так. Сначала на нас, посмотрите. Красивый город, да? Можно потише, пожалуйста? Всё, всё, всё. Давай рассказывай, что-нибудь. Таджики здесь захватили. Давай, брат, давай. Можно по-таджиксски. Давай, говорим на таджиков. По-таджики, хорошо. Давай, брат. Таджика, я говорю, это все, что-то в этом году. они закрывали только они говорят что таджики не умеют строить видите в тех времен они построили вот эти дома альхамду лилла до сих пор они не строят а вы можете сказать почему братан потому что у них рука золотая нет потому что надо было почему потому что брат надо было так ну то дети строили вот сказали там выставьте живете да нет нет и братья сказать что нормально вот и значит все нормально будет вот до сих пор нормально